Тема 735. Сумки из парусины. Сегодня я расскажу историю, как одна простая сумка может стать основной крупного многомиллионного бизнеса. Сначала я думала, что секрет успеха в сумке, она необычная, качественная, винтажная. Но, оказалось, дело в другом. Хотя и без необычности и качества сумки не обошлось. Итак. Основа многомиллионного бизнеса. Сумка из парусины, это запах моря, шум прибоя, романтические воспоминания. Это звучит привлекательно, даже если это очень простая пляжная сумка, с простым дизайном. Но зато она из настоящей, да еще отработавшей свое парусины, то есть побывавшей в море, напитанной солеными брызгами и настоящим морским ветром. Шшшаты. Вручную в небольшом портовом городе на берегу океана У нее даже ручки сделаны из настоящего каната Такую сумку захочешь купить только потому, что у нее такая необычная история и экзотическая аура И их очень хорошо покупают в США За 2015 год было продано 77 тысяч сумок Учитывая то, что цена сумки в среднем выше 110 долларов, а маржа составляет примерно 100% Можно представить прибыль фирмы SeaBucks, SeaBucks.com, их производящей, я примерно подсчитала, получилось примерно 3,8 миллиона долларов А учитывая то, что ежегодный рост продаж составляет 40%, можно представить прибыль в 2016 году, май 3 года миллиона долларов Как начинался бизнес? А начался этот бизнес в 1999 году, с небольшого заработка в морячке, жительнице Портленда, небольшого городка в 66 тысяч жителей, находящегося на северо-востоке США, Хан и Кубяк Отец ее научил, как шить сумки из старых парусов Она шила и продавала их заезжим туристам и местным жителям В год продавались примерно 100 сумок, как раз под лейблом SeaBucks Немного, но на беззаботную жизнь хватало И вот однажды на нее вышла предпринимательница Бэтт Шеслер, озабоченная созданием своего бизнеса, ей уже было 35 лет, она работала в корпорации в Хилипс и очень уставала на работе Ей приходилось две трети своей жизни Проводить в поездках Ей хотелось создать именно материальный, не виртуальный, бизнес Создать бизнес хотелось, но не было подходящего товара, сама она ничего не умела делать, кроме как руководить У нее уже был опыт работы с корпорацией и образованием БА Она хотела создать бизнес в своем штате, чтобы в нем участвовали местные жители и получали достойную зарплату Сумки, которые шила морячка, ей понравились своим качеством и внешним видом Но еще три года они встречались, прежде чем предпринимательница решилась взяться за их продвижение В 2006 году она ушла наконец-то с корпоративной работы, выкупила 50% долю в Сеябакс и начала развивать совместное дело Как местечковый бизнес превратился в крупномасштабный Первым делом она наняла дополнительных швей и дизайнеров, сняла помещение большего размера и увеличила производство Чтобы сразу получить крупный заказ, она вышла на корпоративных клиентов, предложив им сумки с логотипом компании Это помогло наладить первые оптовые продажи и получить значительный доход Затем она начала договариваться с розничными магазинами о продаже своих сумок Потом начала осваивать интернет-продажи, сайт компании, кстати, сегодня посещают примерно 1000 посетителей в сутки Затем ее пригласили на кабельное телевидение ГТВ Которое посвящено дому, саду и рукоделию, и которое смотрит более 90 миллионов американских семей Это привело просто к взрывному росту продаж сумок из парусины Потом пришел крупный инвестор, и компания Seabox кроме сумок стала производить и другие товары Кошельки, клачи, подушки, подставки для столовых приборов, сумки для ноутбуков Была расширена сеть продаж морских сумок, у компании сегодня свои несколько магазинов, а также 900 сторонних, принимающих ЕЕ сумки на реализацию, и планы продавать свои сумки в каждом порту страны Вот так можно создать крупный бизнес на простой пляжной сумке Немножко о деталях бизнеса Материал для изготовления сумок, использованную парусину, компания принимает у морских организаций в огромном количестве, за прошедшие несколько лет были переработаны более 500 тонн парусины Даже оплачивает им почтовые расходы по пересылке, если поставщик находится далеко от Портленда, правда, слишком дальним поставщикам отказывает, видимо, невыгодно оплачивать настолько дальние поставки Либо предлагает разгрузить парусину в любом магазине, принадлежащем себе бакс, таковых сейчас 6 и готовится открыться еще 2 В обмен на изданную парусину компания предлагает сумки из нее, количество зависит от количества изданного материала и его качества То есть проблем с поставкой нет Из одного паруса получается 12 сумок Сумки продаются не только по установленной цене, но и через собственные аукционы, на которых разыгрываются оригинальные экземпляры, выполненные со старинными маркировками Цена одной такой сумки начинается от 180 долларов и может достигать 1 тысяча долларов Магазин компании в Портленде соединен с рабочим цехом Так, что каждый покупатель воочию видит, как шьются сумки руками местных мастеров Сам магазин находится прямо на причале С его крыльца видно, как рыбаки ловят, или выгружают, только что пойманных лабстеров Компания везде подчеркивает, что она производит сумки действительно из отработанной парусины, некоторые сумки Даже содержит изображения, нанесенные когда-то на парус, и использует только местную рабочую силу Такая откровенная близость изготовленных сумок к первородной стихии нравится клиентам компании и те с гордостью делятся своими впечатлениями со своими читателями в блогах и социальных сетях В итоге степень доверия компании и ее товару, практически стопроцентная Секретами успеха данного бизнеса можно назвать следующие моменты 1. Необычный и качественный товар 2. Правильная маркетинговая политика Сначала были привлечены корпоративные заказчики, чтобы получить деньги на развитие, и на эти деньги было расширено Производство 3. Компания, доказавшая свою состоятельность, может рассчитывать на инвестора И таковой нашелся Компания создала единый знакомый всем бренд, под которым может выпускать массу товаров 4. Доверие покупателей, доказываемое каждый день 5. Каждым розничным магазином, каждой страницей сайта, каждой фотографией довольного клиента в социальной сети Как создать российский успешный бизнес Я не предлагаю вам заново изобретать велосипед и браться за выпуск сумок из парусины, хотя жители Крыма или Дальнего Востока могут об этом задуматься В каждом регионе есть что-то, чем можно гордиться Например, жительница Перми создает прозрачные кулоны В которых запечатаны цветы родного Урала И продает их под надписью, Урал натуре, природа Урала Правда, я не знаю, продает ли она их где-то еще, помимо ЕЦИ Но уж если она смогла завоевать сердце иностранных граждан, она продает их в большом количестве частным покупателям из разных стран, то при нужной организации сбыта она могла бы с успехом продавать их и по всей России Подумайте, что особенного можно производить, или уже производится, в вашей местности Будь это какие-то товары из природного материала, как например, Иерусалимский камень Или из отработанного материала, на Западе сейчас очень модны такие товары, например, сумки из Формы пожарных или пеналы из школьной формы И на основе этого товара можно раскручивать подобный же бизнес, какой осуществила американская выпускница МБА Можно пойти по ЕЕЖа пути, найдя корпоративных заказчиков, создав массовый товар с нужным логотипом Затем расширить производство и начать договариваться с розничными магазинами и интернет-магазинами о продвижении своего товара Выйти на инвесторов и создать целую производственную империю под своим брендом Либо можно найти свой путь К вашим услугам, в Омстартер, социальные сети, блоги и форумы, которые сработают, конечно же, при условии необычности и качественного исполнения вашего товара Либо, если вы довольствуетесь малым, просто продаете В своем городе, своим жителям или туристам Тоже вариант достойного существования Музыка 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 Музыка